Борис Алмазов. Лягушонок. Пристрастился Тимоша Ясаулов стругать. Еще весной попала ему в руки чурка на корабль похожая. Он кухонным ножом подровнял ее немного, мачты приладил, получилась каравелла, совсем как та, на которой Колумб Америку открыл. Показал Тимоша каравеллу, деду Агею. Дед всегда у своего дома на заваленке сидит, корзины плетет. Он в войну у фашистов в плену был. Там его искалечили, ноги у него отнялись, не ходят. Вот он и сидит, корзины плетет. Дед Тимошкину каравеллу похвалил. Чистая работа, одно слово, модель. С того дня Тимоша все стругал да стругал, коня выстругал, собаку, домик по бревнышку сложил, столярным клеем склеил. Крыша тесовая, ставни и двери на петлях открываются. Попала ему в руки книжка про корабли. Так он стал по картинкам разные суда вырезать. Целая флотилия уже на окне стоит. Утром идут хуторяне в поле и смотрят, что Тимоша нового выстругал. Все Тимошины изделия на окне дедово дома стоят, а дед прохожим пояснение дает. Одна беда, не хватает у Тимоши инструмента. Рубанок, правда, есть плоховатый. Буравов пара, а вот ножа хорошего нет. Кухонный за два месяца сточился почти весь. Да и ручка у него неудобная, мозоли набивает. Вот у Антипа, сына деда Агея, нож так нож. Антип с лесарем в мастерских работает, и нож этот сам сделал. Там и лезвия лучшей стали, и подпилки, и буравчики, и шило, и ножницы. Таким ножом не то, что корабли. Кружева вырезать можно, а главное, ручка удобная, ухватистая. Не то, что у магазинных ножей, но да ничего. У Тимоши и кухонным ножом получается неплохо. Валька Кудинов, он как к Тимошке пристает. Давай меняться, давай меняться. Уж чего он за эти корабли не сулил, даже радиоприемник на батарейках. — На что тебе, Валек, корабли-то эти? — спросил его Тимоша. — В Москву на выставку пошлю, — сказал Валька. — Мне за них грамоту дадут. — Да ведь не ты же их вырезал, — сказал дед. — Ну и что? — Гораз ты, на чужом горбу в рай скакать, — ответил дед, и больше с Валькой не разговаривал. Только плести стал быстрее, да руки у него так затряслись, что несколько пруточков сломалось. Тимоша знает, как у деда начнут в пальцах лазины ломаться, значит, расстроился он. — Ты, дедуня, не сомневайся, — сказал Тимоша. — Я с Валькой меняться не стану. Лучше вон детишкам маленьким раздам, пускай в пруду балуются с ними. Но только расставаться с кораблями Тимоша было немножко жалко. Да и не вся флотилия еще изготовлена. Вот сидят они с дедом на завалинке в тени, разговаривают о том, о сем. Дед донышко у корзинки заплетает, а Тимоша корму у фрегата выстругивает. Ослепительно сияет белая пыльная дорога. Тихо в хуторе, жарко. Только подсолнухи тянутся к солнцу, да маленькие мальчишки, сидя на коленях, сыплют пыль на свои бритые макушки. Кто больше холм насыплет, тот и победит. Того из конца в конец улицы все по очереди будут на закорках возить. Тимошка уже в эту игру не играет, вырос. Вдруг к мальчишкам Каська Мотнев подбежал. Руками замахал, зовет куда-то, показывает что-то. Каська самый суматошный мальчишка на хуторе. Недаром у него прозвище Звонарь. Он все новости, все слухи первым узнает и по всему хутору разносит. Мальчишек как ветром сдуло. Дед Агей перестал плести и сказал Тимоша. Ну-ка, Тимофей, поглянь, куда-то они. Не наделали бы пожару. Тимоша положил нож и кинулся искать мальчишек. Он пробежал переулком и за Кудиновым куренем увидел сгрудившихся пацанов. Они что-то рассматривали. Тимоша протиснулся в середину. В центре стоял Валька Кудинов и давал объяснение. Это научное достижение. Еще никто в мире не мог вырастить лягушонка в пузырьке. Может, я этого научного лягушонка в Москву повезу. Мне премию дадут и по телевизору покажут. А, Рещик-Позолотчик, увидел он Тимошку. Иди смотри, это тебе нечурочки стругать. Он протянул Тимоши плоский пузырек из-под одеколона. Там, распластавшись в мутной тесноте, сидел маленький серый лягушонок с тоненькими прозрачными лапками. «Потряси», — сказал беззубый Христи беглый. «Он длыгаться будет». «Ух ты, как же ты его туда засадил!» «В том-то и штука», — Васька Калмыков говорит. «Горлышко-то узенькое, только спичку можно просунуть, а лягва здоровая». «Ха», — отвечает Валька, — «в большую-то бутылку любой дурак может лягушонка посадить. А тут научное достижение. Я в пузырек махонького головастика затолкал, а уж он там сам вырос». «Видал?» — ахнул Христи. «Я, конечно, воду менял, подкармливал его». «Вот у человека терпение», — говорит Васька. «Это ж надо и воду менять, и подкармливать». «Еще бы», — отвечает Валька. «Тут без терпения и браться нечего. У меня, может, десять головастика в пузырьках сидели, да все передохли, а этот вот выжил. Значит, эксперимент получился». Все мальчишки после таких научных слов даже замолчали. «Вот я вам показывать вынес, а то, думаю, и этот сдохнет. Вы так ничего и не увидите». «Ловко», — сказал Тимоша и пошел обратно к деду на завалинку. «Там Валька научного лягушонка показывает, в пузырьке вырастил». И он рассказал деду про Валькин опыт. «Сидит, значит», — вздохнул дед и примолк. Он не удивился, не похвалил Вальку за терпение, и пруток в его больших пальцах вдруг хрустнул и сломался. Тимоша посмотрел на дедовы ноги и подумал о лягушонке, бледном, прозрачном и совсем на лягушонка не похожем. Лягушонкины товарищи в пруду скачут, а этот сидит и не может ни поплавать, ни попрыгать. Нож у Тимоши из рук выпал, а он и не заметил. Он представил, что это они с дедом Агеем сидят вот так, распластавшись в душной горячей прозрачной баньке. Чьи-то огромные глаза приближаются и рассматривают их, потом встряхивают, и они больно ударяются о стенки пузырька и от боли двигаются. У Тимоши даже дыхание перехватило. Что делать, думал он, кинуться на Вальку и отнять пузырек. Не получится, Валька сильнее. Да и неизвестно, за кого хуторские мальчишки горой станут. Не растил лягушонка, а тут прибежал отнимать. Что же делать, томился мальчишка. И вдруг его как током ударило. Обменять, обменять на коллекцию. Он кинулся снимать подоконника корабли, а перед глазами у него так и стояли прозрачные лапки лягушонка на грязном стекле. — У него в пузырек, живого в пузырек, — приговаривал Тимоша. Корабли не помещались у него в руках и падали на землю. — Врешь. Глаза твои, Валечка, заведущие, сменяешь. Посылай ты их куда хочешь. Тоже мне опыт. Живого в пузырек запихивать. — Корзинку возьми, — сказал дед Агей, каким-то странным голосом, словно хотел еще что-то добавить. Тимоша оглянулся на старика и увидел, что брови у него не насуплены. — Накось, корзинку. — Ребята все толпились у Кудиновского дома. Правда, их поубавилось. Валька рассказывал про жизнь в космических кораблях. — Только бы не успел он сказать, Эннебена на лягушку нет обмена, — приговаривал про себя Тимоша, протискиваясь к пузырьку. — Что просишь, не знаю, — выдохнул он. — Эту вещь меняю. По древним мальчишеским законам, которые свято чтились на хуторе, после этого нужно было обязательно меняться. — Это же научный лягушонок! Валька покраснел от досады, потому что знал, все мальчишки, которые только что так восторженно рассматривали лягушонка и хвалили его за терпение, теперь стеной против него встанут и даже могут поколотить за нарушение неписанного закона. — Лошадь на вошь, — сказал он нехотя. — Что просишь, что даешь. Обмен мог еще и не состояться, если предложения были бы неравноценными. — Коллекцию! — Ух ты! — ахнул Васька. — Да на эту коллекцию можно тысячу таких лягушек сменять! — Эва! — закричал Каська Мотнев. — Лягва сама растет, а на корабли талант надо иметь! — Меняй! — заторопил Васька. — Корабли век простоят, а лягва сдохнет и все. Вон, уже и не шевелится. — Меняю! Уже Валька опасался, как бы обмен не расстроился. Тимоша схватил пузырек и, отбежав на порядочное расстояние, закричал. — Эй, вы, сволочи! Вас бы так в пузырек! Для науки! Живых в пузырек! Живодеры чертовы! Ребятишки даже рты пооткрывали. Тимоша забежал в проулок, прислонился к плетню. Лягушонок в пузырьке был совсем неподвижен. — Ты чего? — сказал Тимоша. — Ты что ли умер? Ты не умирай, пожалуйста! Я тебя сейчас оттуда вытащу! Он нашел два камня, но когда положил на камень пузырек, то подумал, что может поранить лягушонка. Он поднес пузырек глазам. Лягушонок смотрел на Тимошу. Печально. Ему, наверное, было очень душно в этом пузырьке с каплями влаги на стенках. — Ты потерпи, — сказал Тимоша. — Потерпи. Я, понимаешь, боюсь тебя осколками порезать. Я к Антипу побегу, к дедову сыну. Он в мастерских, у него стеклорез, он аккуратно пузырек разрежет. Ты потерпи, я мигом. Тут всего километра три бежать. Ты не умирай только. Тимоша сорвал лопух и, завернув в него горячий липкий пузырек, припустил по раскаленной степной дороге. В мастерских было пусто. Только у гор навозился черный полуголый кузнец. — Антипушка! — крикнул Тимоша. — Обедает! — ответил кузнец. Тимоша обежал в мастерскую. Тут под навесом стоял стол, и человек десять мастеров ели окрошку. — Антипушка, вот! — задохнувшись, сказал Тимоша и поставил пузырек на стол. — Ну! — закричала кухарка. — Пакать всякую на стол! — Антип отложил ложку и стал рассматривать лягушонка. Тут и Валькин отец сидел. — Ишь ты! — сказал он, беря в руки пузырек. — Как же это ты его туда засадил? — Вот ребятня! — сказал отец шепелявого Христи. — Чего только не удумают! Это ж надо! В пузырек засадили! — Акселерация! — сказал старший механик. — Антипушка! — едва отдышавший взмолился Тимоша. — Вынь ты его оттуда! Он же живой! — Это Валька его туда головастиком еще затолкал! Он и вырос в неволе! — Сидит, как деда гей в плену сидел! Тимоша не выдержал и шмыгнул носом. За столом стало тихо. — Убью сукиного сына! — сказал Валькин отец и брякнул ложкой о стол. — Живодер! А я-то дурак обрадовался было! Он словно извинялся перед товарищами. — Ну погоди, я ему вложу ума вечером! — Ума ему не надо! — сказал деревянным голосом Антип. — Ума у него в достаточности. Он принес из мастерской стеклорез и осторожно отрезал горлышко у пузырька. Лягушонок выпал на сухие доски стола. — Что же у него на сухое? — сказала кухарка. Она растолкала склонившихся над лягушонком рабочих и поставила на стол блюдечко с водой. Антип большими черными пальцами осторожно взял жидкое тельце и опустил его в воду. — Ну поплыви, поплыви! — умолял Тимоша. И лягушонок, словно услышав, сделал слабое движение ногами, оттолкнулся. — Живой! — заулыбались все. — Плывет! — к самому блюдечку вдруг протиснулась кудлатая голова Христи Шепелявого. — Ула! — А ты откуда взялся? — спросил его отец. — А я за Тимонией бежал. Знаешь, он на эту лягушонку всю коллекцию выменял. Теперь Валька в Москву за племя и поедет. — Как же, так ему премию дали. Там в Москве знаешь, — сказал отец Христи, — тоже не дураки сидят. Скажут, а ну-ка, товарищ дорогой, вырежь нам что, к примеру. Тут вся правда и явится. — И не жаль коллекцию-то было? — спросил Антип, кладя на спину Тимоша тяжелую горячую руку. — Да я еще вырежу, — ответил мальчик, любуясь, как, почуяв волю, плавает в блюдечке лягушонок. — А вот, на-ка! — сказал Антип и положил перед Тимошей свой замечательный складной ножик. — Ух ты! — ахнул Христи. — Это ему насовсем? — За науку следует, — сказал отец Христи. — Что вот, значит, такой поворот мысли дал на жалость. Антип раскрыл лезвие и легонько ткнул Тимошу в руку. По старому казачьему обычаю, чтобы подаренный нож не причинил никому зла. Конец.